Не имеет значения, какого калибра чиновник или государственный служащий озвучил то, что экспертное сообщество неоднократно озвучило в течение всех этих поствоенных лет. То есть, эта политика, которую ведет Азербайджан, для нас недвусмысленна. Был подтверждением того, что Азербайджан ведет политику войны в регионе. Так что, констатация факта со стороны депутата парламента от правящей партии лишь свидетельствует о том, что правящая партия уже стала задумываться всерьез. Что та политика и стратегия, которую они начали разворачивать в республике Армения после военной агрессии со стороны Азербайджана и его союзников, уже шатается и трясется по швам. Они вынуждены поменять политику, стратегию, потому что те реалии, которые они обеспечивали или пытались циркулировать внутри политической агенде, оказались лживыми. То есть, мир на данный момент является утопичной идеей более рационально подготовить страну обороноспособности республики Армении для того, чтобы противостоять вражеским агрессиям. Нужно понимать научный факт, что реалии обуславливают мирный договор, а не мирный договор обуславливает мир. Так что, если мы наблюдаем в регионе условия, которые не ведут к мирным процессам, то никакого договора существовать не может. Это факт, научный факт. Мы должны констатировать это каждый день и понимать, что Азербайджан ведет политику нагнетания процессов в регионе в русле военных соображений. И никакой договор не может обеспечить те реалии, которые озвучивают ниночные власти республики Армения. Так что, для того, чтобы установить прочный мир в регионе, нужно восстановить баланс сил. Иного другого метода не существует. Исключительно восстановлением военного баланса в нашем регионе можно наладить отношения и установить все возможности для мирных переговоров. Иного другого метода не существует. Путем иностранного сдерживания, сдерживания со стороны глобальных акторов, можно просто этот вопрос приостановить в зависшем состоянии. А для мира нужно восстановить военный баланс. Другого метода не существует.